Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру в зал Дондонской Челси. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал РЕНТИ. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну и также, в связи с сложившимися обстоятельствами, не забывайте подписываться на мою группу ВКонтакте, либо на телеграм-канал, который есть, ссылочки абсолютно на все в описании, чтобы на всякий случай не потеряться при блокировке ютуб-канала, чтобы всегда оставаться со мной на связи. Поэтому как-то так. Ну что же, давно не выходили у меня ролики по карьерам, и решил я уже под конец сделать так, мы включаем легенду, теперь у нас будет уровень сложности легенда, соревновательно вот этот режим я выключаю, потому что записал карьеру за Мадридский Реал, мне более-менее понравилось играть на легенде, то есть не было вот таких каких-то жестких матчей, где, например, я обыгрываю, сейчас к примеру просто говорю, Манчестер Сити 5-0, а в следующей игре меня выносит Астан Вилла, там 3-1, это именно к примеру говорю. Поэтому мне все понравилось, давайте останемся пока что так, во всех карьерах перейдем на легенду и выключим вот этот соревновательный режим, поэтому как-то так. Сегодня у нас по матчам 3 игры в английской премьер-лиге, одна игра это 1-8 лиги чемпионов, мы играем против Вилле Реала, в принципе соперник легенький нам попался, и также вот это я не знаю, это либо кубок Карабао, там либо кубок Англии, давайте посмотрим, честно-честно не припомню. Так, это у нас кубок Карабао, это еще и финал, поэтому вот как-то так, я не знаю. Сейчас мы сыграем в любом случае, давайте с Брайтоном вторым составом, с Арсеналом уже сыграем первым, тут пройдет как раз неделя, с Кристал Пелосом сыграем вторым, с Вилле Реалом, естественно, я сыграю первым, потому что это все-таки лига чемпионов, и это наша главная цель, ну и так же, как и чемпионат Англии, вот. Ну и в кубке там уже посмотрим по готовности, если что, хотя тут лучше посмотреть, я не знаю, кстати, вот здесь вот Тоттенхэм, следующий идет, это уже, мне кажется, это кубок Англии, раз там у нас все-таки уже в финальной стадии, да, здесь кубок Англии, поэтому давайте с Уэстхэмом я, скорее всего, сыграю вторым составом в кубке Карабао, вот. Сейчас у нас равенство очков с Манчестер Юнайтедом, но у нас матч в запасе, поэтому мы сейчас можем оторваться на три очка, и играем вторым составом, вот он, состав на ваших экранах, также на ваших экранах теперь и состав Брайтона, ну а мы начинаем. Ну что же, английская премьер-лига, мы на выезде, Брайтон принимает лондонская Челси, английская премьер-лига, поехали. Такой грозный у нас центральный защитник, опытный очень по играм за эту команду, и Кепа пропускает, аккуратно бильярдным ударом, это, мне кажется, первый удар в створ сейчас был, Брайтон забивает и забивает никто иной, как МВЭПу, который забил дебютный гол в английской премьер-лиге. Камовинга, ну вот он, Тимо Вернер, твой момент, Тимо Вернер, 1-1, 37-я, там, я не знаю, 38-я минута была в долях, в секундах, все это сейчас решится, на какой минуте был забит гол, но Камовинга отлично отдал передачу сейчас голевую, просто дождались, когда вот это вот забегание будет у Тимо Вернера, и просто уже в касание, такие моменты были и до пропущенного нами мяча, но не реализовали мы их, вот сейчас наконец-то получилось, и Тимо Вернер забил. Ну финальный сесток, ничья 1-1, отыгрывались еще по ходу матча, какая-то неготовность была второго состава, я не знаю, сколько там было ударов у Брайтона, но им этого хватило, всего лишь 3 удара по XG, они ровно на 1 до гола наиграли, мы наиграли на 3, то есть здесь у нас не хватило реализации, но вот такие матчи-то поинтереснее, что кто-то у нас может и очки еще отбирать. Итак, игрок травмирован, ушиб локтя, или локтя, наверное, локтя все-таки, Мейсен Маунт на 5 дней, поэтому он в любом случае не сыграет с Арсеналом, в принципе, я на него и не рассчитывал в этой игре, но дальше там посмотрим, с кем у нас там дальше, с Кристалл Пелосом вроде игра. Итак, капитан, капитан на матч против Арсенала, нам говорят, лучше взять Мгола Канте, он у нас и есть капитан, вот у него лидер состоит, поэтому все нормально. Думали, что я, наверное, вторым составом буду играть, помощник тренера. Так, Кай Хавертс, прекрасно себя чувствует? Да, Хавертс он и выйдет, только не на этой же позиции. А, так, такой вариант уже рассмотрим, то есть, но он в любом случае выйдет же против Арсенала. Ну и Лукак хочет в стартовый состав против Арсенала, он тоже выйдет. Поэтому я не понимаю, почему Хавертс сейчас как-то паникует. У него какая вообще позиция-то? ЛФА стоит, так он и играет же на ЛФА. Вот как-то странно. Так, ну и надо еще решить, вместо кого, вместо кого, вместо кого. Да давайте того же Камавингу возьму, потому что другие, ну просто никто не готов. Центральные защитники мне сильно не нужны, а вот полевые такие именно, центральные полузащитники было бы интересно. Так, ну все, вторым составом мы не будем, естественно, уже выходить. Вторым составом мы чуть-чуть попозже сыграем против Кристал Пелоса. Вот, ну а сейчас играем против Арсенала, они идут на девятой строчке, лондонское дерби. Дождь на стадионе у нас, состав Арсенала видите на своих экранах, поехали. Ну что же, мы на Стэнфорд-Бридж, Челси принимает лондонский Арсенал. Одно из последних таких, лично для меня, смен клуба между этими двумя, это, естественно, переход Петра Чеха из лондонского Челси в лондонский Арсенал под конец уже своей карьеры. Поэтому посмотрим, как сегодня будет складываться игра. Челси идут на первой строчке, Арсенал на девятой. Переживают они сейчас проблемный период в своей истории. Так что посмотрим. Тот потерял скорость сейчас немного, не знаю из-за чего. И Кай Хаверц в итоге с мячом. И пробить, и пробить же можно Кай Хаверц. 1-0. Кай Хаверц, который попросил нас выпустить вместо Мессена Маунта, травмированного. Не знаю, почему именно он это попросил. Позиция была вообще не его. Но в любом случае Хаверц бы играл в старте. Даже если бы Маунт был здоровым. Ну и вот так вот. Немец выводит нас вперед. Отличный удар с левой ноги в дальний угол. Все супер. Прошло. Поэтому надо бы постараться нам забить еще. Так, Ринато Санчеш. Отлично. Какой момент? И пропускаем. Как сейчас прошла эта передача? Бартхи забивает. Ну, вот так вот. Вроде и говорил про удержание. Что надо забивать нам постараться еще. И тогда уже можно об этом подумать. Но сейчас Арсенал отыгрывается. Буквально сразу же. Ну вот просто как? Просто передача на дальний фланг именно. Перевод на дальний фланг. Как-то это прошло. Этот парень не устает. Это просто труженик сейчас. Мотор команды. На желтой карточке висит, конечно. Но как сейчас Лукаку отдает передачу на Нголоконте. Нголоконте! Нголоконте! Забивает решающий, скорее всего, гол в этом матче. Капитан лондонского Челси и выводит Челси вперед. На последних секундах Лукаку отдает голевую передачу на Нголоконте. Тот оттеснил так немножко корпусом второго номера. Это Марио Руи, наверное, был. Хотя нет. Или да? Да, Марио Руи, действительно. И пробил мимо Бернда Лено. Минимальная победа над лондонским Арсеналом в лондонском дерби. Очень обидное, наверное, поражение все-таки для канониров. Но свой характер Челси показали и дожали соперника. Итак, Лукаку действительно ценит то, что мы прислушаемся к нему, когда он в форме и даем ему играть. Хаверц тоже нас поблагодарил. Скажем, отлично сынок. Думаю, это может дать толчок в моей карьере. Я надеюсь, что это все-таки у него как-то с рейтингом будет зависеть. И он у него повысится. Итак, сборная США предлагает нам стать их главным тренером. Мы отклоняем. Маунт говорит, что чувствует себя лучше, готов играть. Ну, кто заслужил место в команде, скажем так, скорее всего. Хаверц. Это важный момент. Ну и Хаверц еще говорит, что важный момент. Давайте. Ты показал хороший потенциал. Давайте обоих-то их и выпустим. Хаверца слева. Маунта справа. Поэтому Пулишичи немножечко пусть отдохнет. Вот. Кристалл Пелос, 14 строчка, все-таки, я не знаю. У нас сейчас еще и минимальное лидерство в английской премьер-лиге. Все очень плотно идет. Поэтому, раз Хаверц просит, давайте посмотрим, что из этого выйдет. Там скоро у нас игра в Лиге Чемпионов. Поэтому, может быть, во втором тайме все-таки заменю Хаверца. Дам ему отдохнуть. Кристалл Пелос, Челси. Поехали. Итак, если я не ошибаюсь, сел Хурст Парк. Вроде так называется стадион Кристалла Пелоса. Да, так и есть. Интересный матч. Посмотрим, что из себя представляет Челси. Именно таким составом, более-менее похожим, потеряли очки на выезде против Брайтона. Сыграв 1-1, пропустив первыми. Поэтому посмотрим, что будет сегодня. Сегодня Мейсон Маунт восстановился от полученной травмы как раз против Брайтона. Он играл только первые 45 минут. Ну и также Кай Хаверц сегодня в стартовом составе. Этот парень забил ворота лондонского Арсенала. Один из голов Челси в том матче. У Челси в Лиге Чемпионов против Лиреала. Стадия 1-8. Поэтому, может быть, тренер приберег, а вот ЗАА забивает. Но вы просто посмотрите, что за игра в обороне второго моего состава. Просто одним из первых же ударов пропускаем. И потеря очков, я не знаю, неминуемо, наверное, но есть все-таки у нас интересные персонажи в составе. Это вот именно как Кай Хаверц сегодня. И Вернер видит забегание, естественно, Мейсона Маунта. Отдает на него передачу Маунт. И забивает все-таки Тима Вернер. Сравнивает счет. Вроде и против Брайтона тоже забил именно Тима Вернер, если я не ошибаюсь. И вот так вот отлично получилось реализовать эту атаку. Кристенсен прочитал задумку игроков в Кристал Пелоса. Перехватил. Ковачич. Отлично. Выход Тима Вернера 1 на 1. Вернер выводит вперед Челси. Отлично. Дубль немецкого нападающего на выезде. Супер. Отлично набирает ход. И на Мейсона Маунта. Заброс тот на Тима Вернера. Будет ли хэтрик? Хэтрик. Отлично. Тима Вернер, скорее всего, уже точно приносит победу нам сегодня на выезде. Супер. И все. Финальный свисток. Со счетом 3-1. Челси одерживает победу на выезде над Кристал Пелосом. Хэтрик на счету Тима Вернера. Итак, Маунт. Благодарит нас за то, что вернули его в строй. Так, в итоге все правильно сделали. Так ведь? Ну, давайте скажем, что рисковать и выпускать раньше его нельзя было. Да, в принципе, там 5 дней всего лишь. Как будто он так говорит. Как будто травма была там около 2 месяцев. Ну, и сейчас у нас 1-8 против Велериала. Пока что пусть у меня тренируется тогда второй состав, чтобы первый отдохнувший подошел к этой игре. Ну, что же, выездная игра против Велериала. Интересно будет посмотреть, что у нас, конечно, получится. Так, насчет состава, кстати, надо было бы посмотреть. На скамейку запасных все-таки вместо Камовинги Маунт это возьму. Потому что, мне кажется, эта позиция пригодится, если что, на всякий случай. Поэтому побеждать сегодня надо. Посмотрим, как будет складываться игра. Дальше там уже по счету, по ходу игры будем делать какие-то ставки. Поехали. Ну, что же, стадия для Керамика. Велериал против Челси. 1-8 Лиги Чемпионов. Первый матч. Начинаем. Что же, как действующий обладатель Лиги Чемпионов нам попался такой интересный и более-менее легкий соперник. Поэтому я надеюсь, что его пройти нам труда не составит. Но забивать нужно. Забивать здесь нужно. Пареха подает. Понятно, что гостевого гола нет. Но в любом случае забивает Бен Йидер. Вы просто посмотрите, как сейчас это прошло. Один Бен Йидер без офсайдна. Как-то оказался штрафной. Кто-то проглядел, кто-то не досмотрел. В итоге Бен Йидер забивает первый гол. Уже второй гол. Правда, в 7 матчах. Очень плохая статистика для нападающего. Но все-таки команда сенсация. Мне кажется, вышла на такую стадию. Да еще и гол забила. И опасный момент. И снова Бен Йидер подхватывает мяч и забивает. Как это такое проходит? Два угловых и два забитых мяча у Вильяреала. Ужас. Виска. Вот здесь вот провал в обороне. Челси и 3-0. Не справилась оборона лондонцев. Провалились еще и пропустили. Теперь уже от Виски. 3-0. Лукаку. Какой голешник он забил сейчас. С левой ноги. 3-1. Время есть. Время есть. Нужно забить. И постараться забить еще. Интересно. Жоржиньо. Вот так вот через Лукаку. А тот находит пасом Зиеша. Второй момент. Второй момент. Зиеш забивает. 3-2. 3-2. Мяч он почему-то не хочет забирать. Поэтому давайте просто даже скипнем. Не будем смотреть повтор. У Зиеша уже два таких было 100% момента. Из трех. И Лукаку забивает. И сравнивает счет. В этом матче. Это просто камбэк. 3-0 проигрывал. Проигрывал Челси. По ходу этого матча. Вели Реалу на выезде. И вот так вот дубль. Ромео Лукаку. Пока что сравнивает счет. Так что все просто замечательно. А может быть и на победу теперь можно зарекнуться. Все-таки 10 минут буквально остается до конца. Постараться можно. Должен быть сейчас сесть на финальный свисток. 3-3. Что за триллер сегодня показали команды. 3-0 проигрывая Челси. Смогли отыграться. И все будет решаться на Стэнфорд Бридж. Ну что же. Сейчас у нас финал. Кубка Карабао. Можем уже в сегодняшнем выпуске взять. Такой вот интересный трофей. Будем играть сейчас на вторым составом. Это сегодня, если я не ошибаюсь, то последний матч в выпуске. Ну. Попробуем обыграть Вестхэм. Вторым составом. Потому что следующий матч уже у нас против Тоттенхэма. в Кубке Англии будет. Вот он состав Вестхэма. Наш состав на ваших экранах. Поехали. Ну что же. Мы на Уэмбли. Вот. Легенда Челси Макелеле. Либо Макелеле. Уэмбли принимает этот финал. Челси против Уэстхэма. И снова же у нас лондонское дерби. Поэтому посмотрим, как будет складываться игра для обеих команд. А тут и Тима Вернер. Пенальти, естественно, нет. Или есть? Есть пенальти. Акбона фалит на Тима Вернере. И будет бить у нас сейчас. Я не знаю, кто наш штатный пенальти в втором составе. Сейчас посмотрим. Какого лучше пенальти. Ну, к мячу как бы подходит Тима Вернер. Но мы сейчас посмотрим. Ну, в принципе, да. У него 80. Поэтому давайте мощно пробьем. Отлично. В левый нижний угол. И Тима Вернер забивает в финале Кубка Карабао. Грамотная игра в обороне у Уэстхэма. А 10 минут? 10 минут тем временем остается до конца. Пулишич. Какую шикарную передачу дает на Тима Вернера. Ну, нужно, нужно забивать. 2-0. Тима Вернер уже с игры забивает ворота Уэстхэма. Дубль в финале Кубка Карабао. И, скорее всего, это победа. Финальный свисток. Челси обыграет Уэстхэм на Уэмбли. Со счетом 2-0. Дубль на счету Тима Вернера. И все. Кубок Карабао на нашем счету. Ну, что же. Добавили нам призовые. 116 тысяч евро. Ну, а следующая игра у нас в Кубке Англии. Сейчас против Тоттенхэма. И нам приходит сообщение по молодежному составу. Давайте посмотрим. Не нужных, конечно, будем убирать. Нужных будем подписывать. Пока что нужных. Вот, Ронни Берри. Остальных пока что убираем. И только единственного игрока мы подписали. Ну, и теперь давайте посмотрим, в принципе, на нашу молодежную академию. Кого-то, может быть, стоит уже убирать. Да, есть такие игроки, у которых потенциал уже ниже 90. Мы таких, естественно, будем убирать. Ну, вот и есть ребята, которых, в принципе, можно было бы подписывать. Джонатан Спенсер. Уже рейтинг 62. Потенциал невероятный. 86-94. Но ждем, когда ему будет 16 лет, чтобы подписать в основной состав. Ну, а на этом мы заканчиваем. Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну, с вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok